А вот новым чиновникам, которые придут на смену старой гвардии, обещают зарплаты от 20 до 60 тысяч. Пока в 10 пилотных министерствах, где в сентябре стартует первый этап реформы госслужбы. Желающих сесть в чиновничье кресло с новым окладом, хоть отбавляй, кто они и чего от них ждут в Кабмине, узнавала Ирина Романова. О реформе госслужбы говорили давно. Наконец в Кабмине дали зеленый свет. В этом году собираются переформатировать 10 министерств. В списке МинАПК, Минздраве, Минфин и Минрегионстрой. В следующем году остальные 8. Потребно створить новые директораты в 10 пилотных министерствах, как целиком новые подраздели, которые мают побудовать свою работу сгідно стандартам Европейского Союза. Протягом приблизно 6 месяцев новые директораты сможут найняти новые кадры. В новых подразделениях и должности новые. Гендиректоры, руководители экспертных групп и госэксперты. Всего около 1000 вакансий. Конкурс объявят вот-вот. Это новый, абсолютно новый порядок конкурсных выборов. Это прозорная видеофиксация, это залучение независимых рекрутеров. Я сподіваюся, с 11 вересня мы почнем конкурсные выборы. Портал, куда можно подать заявку на конкурс, пока работает в тестовом режиме. В сентябре начнет функционировать полноценно. Тогда же можно будет подавать документы. Уже зарегистрировали около 800 заявок. Один из кандидатов – Игорь Харховый. В составе экспертной группы он все лето мониторил работу Минрегионстроя. Я пришел с громадского сектора в министерство. Экспертные группы, которые были створены в 10 министерствах, большинство этих экспертов, она пойдет на державную службу. Потому что державная служба, на самом деле, потребует таких экспертов, людей с новыми подходами. Собирается на конкурс Иалла Зарожевская. На постслужбе 10 лет работала в Римненском управлении юстиции, теперь в департаменте экологии. Зарплаты у областных служащих минимальная, а обещанный министерским чиновникам оклад от 20 тысяч мотивирует. Работная плата в размере, скажем, 30 тысяч гривен. Если выраховываете сегодняшние цены, и вы сами знаете уровень жизни, то я считаю, что такая заработная плата должна быть у всех государственных службовцев. 60 тысяч гривен – это, конечно, более приватливее. Но не станут ли высокие оклады новых чиновников причиной конфликтов со старыми кадрами? Конечно, есть риски. Поэтому для этого мы темночасово увеличиваем штат министерства, но примерно на полгода. Когда директораты будут набраны на такую же количество все министерства, но дополнительно еще на 5% они будут сокращены. Впрочем, и нынешние министерские служащие тоже могут поучаствовать в конкурсе. Профинансируют зарплаты новых чиновников. Евросоюз уверяет в Кабмине. 10 миллионов евро от ЕС уже направлены в госбюджет. Всего ожидают 100, если реформа пройдет не для галочки.